Рус Гевара задает очень важный такой научный вопрос. Республика Башкортостан заняла 22 место по собственным доходам бюджета в Российской Федерации. И 13 предпоследнее место в ПФО. То есть лучше нас в ПФО только странная территория под названием Мариэл. И вот Рус Гевара спрашивает, как же так, где же вот эти громкие победы и успехи Хабирова в части инвестиций, там всевозможных форумов, там приезжают со всего мира иранцы и афганцы, значит, когда же они тут начнут валить в нас свои миллиарды, чтобы мы, значит, ну, эти инвестиции, они же и в бюджет приносят доходы, да? Так вот, отвечаю Рус Геваре таким образом. Ради Фаритович последний год-полтора сконцентрировался на льготах для инвесторов, а вовсе не на создании для них какого-то инвестиционного климата. В итоге мы получаем то, что люди, если они хотя бы имитируют некую инвестицию в экономику Башкортостана, они тут же получают льготы по налогам, а, соответственно, мы теряем доходы регионального бюджета. Ну, приведу один пример, обезличено пока, мы потом как-нибудь вернемся к этому, потому что это очень интересная история. Один очень большой завод, который находится, значит, в районе Салавата, Скирлитамака и Шимбая, решил построить новую установку по переработке бензина. Заявляет об этом как об инвестиции и мгновенно сразу же получают налоговые льготы на миллиард рублей. То есть бюджет Башкортостана недополучит миллиард рублей в обозримом, значит, будущем. То есть бюджет уже пошел в минус. У меня вопрос. Вот это предприятие, оно никуда не денется, оно не может нигде построить больше, кроме как оно тут, значит, собралось строить вот эту колонну по переработке бензина. Оно будет продавать бензин по рыночной стоимости и извлекать из этого прибыль, значит, доходы и прочее. И при этом мы еще им даем за это, значит, льготы. Это не инвестиции, на самом деле. Это просто развитие собственного предприятия ради собственной выгоды. И все. Инвестиции – это когда, например, какому-нибудь предприятию или какой-нибудь фирме, компании, им все равно, где строй, да, в Саратове, в Рязани или в Уфе. И вот они смотрят, какие где условия. Да, здесь вот это хорошо, здесь вот это, а вот здесь вот это. И вот если Уфа создает там, Башкирия создает какие-то дополнительные им преференции, они говорят, ну хорошо, мы в Башкирию тогда вот этот вот миллиард миллиардов вложим. Вот это инвестиции. Но налоги-то пойдут в местный бюджет. И в этом прибыль нашего региона. То есть рабочие места и налоги. Больше ничего не надо. Что им, нам их выбросы нужны, что ли? А мы, вот Хабиров, не мы, не мы, Хабиров, идет путем таким. А, вы хотите построить новую колонну, да? Ну, мне не важно, что вам ее все равно здесь придется строить и больше нигде вы ее не построите. Ну, вот вам еще, по сути, миллиард я вам дарю за это. Вот почему это происходит, где здесь рациональное зерно, очень сложно понять. И у меня, например, закладываются подозрения, что те, кто организует вот такие схемы, они где-то там в доле. Потому что миллиард – это много. Это существенное послабление предприятия. То есть у них бензин дешевле будет, им налоги не надо платить. Но, естественно, кто-то конкретно, физические, юридические лица от этого выигрывает, потому что предприятие частное. То есть и те, кто принимают решение о назначении подобных льгот, ну, у меня есть подозрение, что они тоже в доле. Вот, собственно, весь механизм. И тем самым я отвечаю на вопрос Росгевара, уважаемый Росгевара. Наш бюджет сжимается, в отличие, например, от бюджета Татарстана, который растет, за счет того, что Радий Фаритович раздаривает вот эти льготы и послабления по налогам всем, кому не попадет. Бескорыстно ли он это делает или его карман там тоже при этом оттопыривается, мы точно не знаем. Но мы знаем сущность нашей власти и, соответственно, мы можем предполагать все, что угодно. Так что вот такой вот, к сожалению, печальный ответ на этот вопрос.